Сергей, первый вопрос по турниру, по организации. Как вам вообще? В принципе, неплохо. Если смотреть, что это летний турнир, даже народ приходит, и это очень приятно. Единственное, немножко жаркое. Туман на льду, лед не очень хорошего качества. Ну, это лето, и это Сочи. А вот именно концепция проведения турнира с учетом таких сильных соперников, я вот не припомнил еще такого состава участников. Как вам кажется, насколько правильно? Да я не знаю. В принципе, я думаю, хорошо играть всегда с сильными соперниками, потому что слабыми, наверное, ты меньше чему-то учишься. Чем вы сегодня Витю Тихонова накормили, что он так мощно провел матч? Я не знаю, может, он просто обрадовался, что сегодня играть будет в пауэрплей, и поэтому такой результат, наверное. Вообще, если серьезно, вы два матча отыграли с Павлом Валерьевичем в одном звене, в роли центра форварда, и сейчас Витя. Вот какую-то разницу заметили наверняка, если можно в двух словах? Ну, я не знаю, как это можно прокомментировать, но они оба хороших игрока. Там, я не знаю, в Датюфке вообще не знаю, что говорить. Тут человек мастер с большой буквы. Витя, когда, наверное, чувствует уверенность, он играет тоже очень-очень-очень хорошо. Олег Моярич сказал, что сегодня моделировал состав, как во время Кубка мира, когда уедут несколько лидеров. Он как-то перед матчем-то обозначал или сами поняли это по самому составу? Ну, нет какого-то акцента он на это не ставил. Сказал, кто с кем играет, и просто вышли играем. Сергей, в продолжении темы Кубка, все-таки из-за тренировок и в играх, взаиме с Куличком, с Куличком играл, можно, вот если применить такое американское словечко, чувствуешь, что вот скилл повышаешь свой? Можно? Ну, могу сказать, что да, потому что, во-первых, приходит уверенность, играя с такими партнерами, и, наверное, начинаю лучше чувствовать игру, и надеюсь, что буду продолжать в том же духе. И по сезону КХЛ, какие ожидания, кто, какого матча ждешь больше всего, противостояние с кем? Жду каждого матча, начиная с самого первого.